День голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации будет выходным. Всенародное голосование назначено на 22 апреля, в том числе в нашем регионе. Об этом рассказала председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. Организации проведения всенародного голосования за пакет изменений в Конституцию России отвечает Центральная избирательная комиссия. В субъектах страны эти обязанности возложены на региональные избиркомы, территориальные участковые избирательные комиссии. На территории Тверской области 46 территориальных избирательных комиссий с общей численностью 471 член комиссии с правом решающего голоса, 1155 постоянных участковых избирательных комиссий с общей численностью 9567 человек. Для обеспечения реализации прав тех граждан, которые находятся в местах временного пребывания, ни к коим относятся больницы, следственные изоляторы, будет создано 26 участковых избирательных комиссий. Состоится всенародное голосование 22 апреля. Этот день официально объявляется оплачиваемым выходным по всей стране, в том числе и в Тверской области. Основная цель – обеспечить высокую явку на выборах. Она должна быть выше 50%. Процедура уникальна. Такой процедуры не было и не знаем, будет ли в будущем. Поэтому здесь нельзя применять ни терминологию «избирательная компания», ни терминологию «референдум». Это совершенно иное. Вся процедура, вся нормативная база для этого голосования, она прописывается с ноля. Обозначены основные принципы и основные подходы, как выборы президента. Достоверность, легитимность, тайна голосования, добросовестность волеизъявления. Но вот сами процедурные моменты, они все будут прописаны с нуля. Напомним о внесении изменений в Конституцию. Глава государства заявила в своем обращении к Федеральному собранию. Поправки касаются расширения полномочий парламента, запрета высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах. Также речь идет об ограничении количества президентских сроков, приоритете Конституции над международными соглашениями и усилении социальных обязательств государства. Всего рабочая группа уже получила около 900 предложений по изменениям в основном законе. Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию может состояться 10 марта в Госдуме.